А как показали современные президентские выборы, опять у нас грубейшие нарушения именно в центральном районе. Причем нарушения такие, храничащие с преступностью. И естественно наш штаб, наши депутаты должны подать в суд. И когда мы посчитали, сложили по двум тикам результаты голосования за Путина и за Зюганова, получается Путин набирает у нас без переписанных протоколов и дополнительных участков 48,95. То есть второй тур неизбежен сам по себе, факт. Вот он налицо, цифры. Но они 25 участков УИКов изменили результаты, первичные протоколы переписали. Значит, меня до пол второго ночи просто вообще не запускали на территорию, я не мог это пройдет никак. А наших с правом совещательного голоса устранили в отдельной коридоре, физически просто, и не пускали на разбор вот этих всех моментов, которые были связаны с фальсификацией. Районное отделение, с вашего разрешения, я зачитаю тогда постановляющую часть сегодняшнего дня. Мы, коммунисты Центрального районного комитета Санкт-Петербурга, заявляем о своей полной и безусловной поддержке линии лидера партии Зюганова и президиума ЦК КПРФ, заявивших о непризнании результатов прошедших нелегитимных выборов президента Российской Федерации. На протяжении всей выборной кампании режим открытый без церемонно нарушал законодательство Российской Федерации. Один только отказ государственного служащего премьер-министра Путина уйти в отпуск на период выборов на основании того, что его должность якобы не является государственной, на наш взгляд представляет собой безусловное основание для отмены результатов выборов. А нарушений, не менее вопиющих, было великое множество. Мы сами столкнулись с ними в полном объеме и не признаем легитимности выборов в Центральном районном отделении КПРФ. А также у нас остается очень серьезный вопрос. Это передача судебной инстанции материалов по 24 протоколам УИКов, которые были наглым образом переписаны в территориальных избирательных комиссиях. Устранив нашим совещательным голосом людей, они практически переписали протоколы. Поэтому обязательно передать материалы в суд. Продолжение следует... Я предупреждаю, первое, значит, встречусь с депутатом, значит, вы беседуете с депутатом, вы между собой не митингуете. В противном случае вы нарушаете 54-й федеральный закон. И третьим депутатом это массовое мероприятие под названием митинг. Значит, поэтому я вас предупреждаю, если вы не разойдетесь и не прекратите это делать, значит, я вынужден буду вас задержать. Согласно 54-й федерального закона, я вам делаю сейчас официальное предупреждение по этому поводу и даю вам время для того, чтобы вы приняли решение. Если вы это решение не примете сейчас, я вынужден буду через 5 минут приступить к задержанию. Вы не ерничайте, у меня все зафиксировано... Я ерничаю, вы так бы выступали, когда я в тихо не мог попасть, когда меня не пускали в тихо. Я не могу за весь город отвечать, я за конкретную... За район отвечаете, за Шербакова конкретно. Значит, вы должны понимать, чем отличается встреча с депутатом, да, когда вы беседуете с депутатом напрямую, и когда зачитывается документ, который не имеет отношения к этой встрече. Прикрытие под этим делом не прокатит, поэтому осталось тут не так много времени. Я попрошу... Мы обратились к депутату и зачитали ему лично. Это официально организация Центрального района. Поэтому вы не перебергивайте, пожалуйста. Господа, я вас предупредил. Господа там, мы товарищи. Он мне зачитал как депутат решение организации. Они в Лондоне сидят там, господа там.